Есть у нас и подтверждение, как в свое время подбивал в итоге главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный количество освобожденных территорий. Но помимо этого, к сожалению, на данный момент у нас остается еще и 18% территорий под оккупацией российскими войсками. Линия фронта охватывает 1500 километров. После российских террористических атак 8 миллионов украинцев стали беженцами, покинув свои дома. Еще 2 миллиона незаконно депортированы в Россию. 3400 украинских военных до сих пор находятся во вражеском плену. Но я не просто так всегда употребляю слово пока, потому что мы все-таки стоим на пороге большого контрнаступления вооруженных сил Украины. И я уверена, что наших людей вернем, территорию обязательно вернем. И здесь, Роман, очень интересная дополнительная информация появляется из временно оккупированного Мариуполя. С одной стороны, мы понимаем, что там несколько дней последних абсолютно неспокойно, что-то у них там взрывается и горит. С другой стороны, стало известно, что Россия перекинула в Мариуполь много молодых срочников. Вот как бы добрый вечер, мы предупреждали, что так и будет. И в городе стало еще больше кадыровцев. Об этом сейчас как раз украинская власть предупреждает. Как вы считаете, почему этот логистический такой узел, да, вот этот Мариуполь, почему сейчас он превращается в достаточно горячую точку? Пока на расстоянии, но все-таки. Мариуполь сам по себе стал военным хабом, который питает за линией фронта за 100 километров. Это такой единственный пока там на этом удалении город, который может принять и сухопутное сообщение, то есть и морское сообщение. Все-таки в Мариуполе есть еще и порт, и недалеко от российской, там несколько десятков километров и Россия. Таганрог и Ростов. То есть эти два потока, они сходятся в Мариуполе. Мариуполь такой военный хаб. Туда стекаются определенное количество сил, средств российских для выполнения дальнейших наступательных или оборонительных действий. И расстояние Мариуполя от линии фронта, где-то около 120 километров. Потому они от наших средств поражения, которые были раньше у нас от ракеты М-31, они спрятались на 50 километров дальше. Мы доставали до 70 километров, они еще 50 километров. Но то, что нам передадут, допустим, ракеты GLS-DB с дальностью 150-160 километров для тех же «Хаймерсов», они это, скорее всего, не учитывали, по крайней мере, тогда, когда принимали решение о расположении этих баз и этого хаба. А так как очень быстро, невозможно ни загрузить, ни разгрузить базы, то разгружаем их мы. Сейчас начали использовать эти дальние ракеты. Ну, 90 процентов, скорее всего, это именно они, так как взрыв примерно 100 килограммовая авиабомба, это примерно 90 килограмм у планирующей бомбы GL-39, которая является одним из основных наполнителей этой ракеты. То есть, скорее всего, это работа GLS-DB, а вот уже до какой степени эффективная, ну, а будет говорить уже само наступательное действие, то есть срыв наступательного действия Российской Федерации. Так как если мы уничтожим все склады топливные, склады боеприпасов, техники, естественно, в том числе и личный состав такого рода дальними средствами поражения, им просто нечем будет наступать. Я думаю, это наступление, мы сорвем наступление в районе Углидара, или, по крайней мере, снизим его накал, как раз вынося склады в районе Мариуполя. То, что начали в Мариуполь перебрасывать и срочников в том числе, да, действительно, этот вопрос поднимался, вернее, эта информация и была, ну, вот они уже поехали, не хватает у них определенного количества личного состава для выполнения определенных функций, даже полицейских. Кадыровцы туда также подтягиваются как раз для выполнения полицейских функций, так как уже собираются казачки петлять с Углидара в сторону Ростова, обратно к мамкам Дагжонкам. Казаки свое дело сделали, убежали, увидели, как 155-ю и 40-ку разнесли, наши арта и наши ПТРК, решили, наверное, тут стреляют, как-то шум настало, потому, наверное, будут двигать. А вот, чтобы они не двигали, для этого нужны полицейские функции, чьи-то оптимальный вариант кадыровцы, чеченцы, россияне боятся двух вещей, мы уже не один раз это говорили, НАТО боятся, и чеченцев, то есть непонятно еще чего больше, скорее всего, чеченцев, наверное, больше. Поэтому будут они с троем ходить до второго пришествия, чеченцы их заставят воевать, или они погибнут. Или они погибнут и так, и так. Их либо чеченцы прибьют, либо украинцы. То есть попадание вообще на линию фронта, это как с двух сторон. В конце концов, наверное, мы с чеченцами будем Москву вместе брать. Им это будет столица вместо Грозного, они имеют право на Москву, это их город. Ну, а мы, наверное, поможем, потому что проблемы есть у нас с Россией, и будут еще долго. Да, но это какое-то чувство дежавю, потому что в феврале прошлого года мы и так уже видели все эти слезы и сопли, когда самки кричали, что как-то так их срочников, их маленьких деток убивают хорошо натренированные украинские боевики, которых готовили как раз натовские инструктора. То есть мы же понимаем, что кадыровцы воевать не пойдут, они вот как раз срочников пустят.